Тема здорового питания необычайно популярна в наше время, да? Ну, если мы будем раскрывать далее нашу тему. Да, чем популярнее эта тема становится, тем всё больше мифов появляется вокруг неё. А разобраться в большом потоке информации зачастую бывает не так уж и просто. В этом нам поможет сегодняшний гость у нас в студии Елена Тубнова, заведующая детским центром здоровья врач-диетолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, есть... Мы сегодня будем разбираться вот именно вот в этих мифах, правильно? Есть такой некий миф, если ты всё-таки перешёл на здоровую пищу, то это значит, ты будешь дороже платить за неё. Это миф или реальность? Я думаю, что это реальность, потому что, чтобы выбрать такую правильную здоровую корзину питания, нужно за это заплатить, потому что в здоровом питании оно разнообразно. Чем разнообразнее продукты, тем, конечно, здесь цена выше. А какие продукты мы должны выбирать, чтобы они были здоровыми? Это каждый сам себя выбирает или нет? Или есть всё-таки какое-то? Ну, вообще индивидуальные особенности есть, конечно, но в здоровом питании это, в принципе, обычные продукты, но должны быть более качественные, их должно быть больше, да. Те же орехи, оливковое масло, оно и по цене дороже, да. Если есть одну картошку и макароны, конечно, это не очень правильно. Но, опять же, если взять орехи, нам же их не надо в большом количестве, правильно? Да, и ежедневное употребление до 5-7 штук. Елена Владимировна, а вот ещё один миф, который мы хотим развеять или, наоборот, подтвердить. Сахарозаменители сейчас стали очень популярными. Они полезны или лучше не стоит им пользоваться? Ну, вот, например, стевия, да, сахарозаменитель, это натуральный продукт. Он полезен. Полезен чем? Он снижает уровень глюкозы, не поднимает уровень глюкозы в крови, снижает уровень плохого холестерина, улучшает обмен веществ, улучшает нашу кожу, но, значит, он может использоваться, всё-таки это сахарозаменитель, он может использоваться людьми, страдающими с сахарным диабетом, но здоровые люди постоянно его есть, не должны только как добавку принимать. А лучше вообще просто отказаться от сладкого сахара и выйти прекраснее? Да, да. Он должен быть просто как компонент пищи, но не основной. Я думаю, ещё один из мифов, который нужно сегодня раскрыть. Многие считают, что если вот они откажутся от жиров, углеводов, да, это то самое, что как бы нас прирастает, нас больше становится именно из-за этого, то значит, они тут же похудеют. Это правильно или нет? Нет, это неправильно. Жиры и углеводы – это источник энергии. Организм нуждается в этих жирах правильных, жирах полиненасыщенных. И просто нужно выбирать правильные продукты, а без жиров и углеводов в организме существовать не может, обмен веществ не может происходить. Ну, то есть вообще, мне кажется, с организма что-то не то становится, правильно? Кожа начинает с украины. Избыток жиров очень вреден, да, это и лишний вес, и различные патологии сердечно-сосудистой системы. А если жиры правильные, и правильные продукты, это такие, как оливковое, арахисовое, соевое масло, да, рыба – это скумбрия, сельдь, лосось, значит, орехи, семя льна, вот, всё это нужно употреблять, и это будут правильные жиры, это будет всё. Опять же, норму только знайте, и всё будет хорошо, правильно. Значит, да, норма. Сейчас люди употребляют очень большое количество жиров, до 100 грамм в сутки, вот. Если будут употреблять 40-50, это хорошо, а те, кто хотят сдерживать свой вес, да, и не прибавляют, то 30, не более 20 грамм. И ещё один маленький вопросик. Правильное питание – это обязательно невкусно, или всё-таки мы ленимся, готовясь и учиться? Это очень вкусно, просто люди ленятся искать какие-то новые рецепты, потому что это очень вкусно и интересно. Спасибо вам огромное. Я тоже считаю, что это очень вкусно. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Елена Дубнова, заведующая детским центром здоровья, врач-диетолог. Спасибо за субтитры Алексею Дубнова.